Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас в саду, в саду Вальдзандзибио, который в 2003 году был признан самым красивым садом на территории Италии и в 2007 году был признан самым красивым садом Европы. Этот сад был спроектирован Луиджи Бернини, менее известным братом из семьи Бернини. В этот сад и в расположенные в нем резиденции можно было попасть непосредственно из Венеции через ворота Дианы. Диана, статуя ее находится до сих пор и очень хорошо сохранилась на самом верху барочной композиции. Сейчас перед центральным входом, который больше не несет функцию центрального входа, расположено небольшое озеро, рядом с которым проходит дорога, по которой можно добраться до этого красивого места. Сад Вальдзандзибио знаменит своим лабиринтом. Это самый старый сохранившийся лабиринт на территории Европы. В этот лабиринт можно попасть. В ближайшее время мы обязательно приедем туда с детьми. Я уже рассказала им, что сегодня была в таком удивительном месте на съемках. И прекрасно, что это место открыто для посетителей. Если вы живете рядом, либо в ближайшее время планируете посетить Юганские холмы, имейте, пожалуйста, в виду, что теперь зайти в сад можно только по предварительной записи. Необходимо позвонить и предупредить о том, что вы хотели бы в определенный час, в часы работы точнее, посетить сад. Поверьте мне, оно того стоит. Лабиринт впечатлил даже меня. Если вы смотрите давно мои видео, вы наверняка замечали растение, из которого делаются ограды. Вот сейчас оно на вашем экране. В этом саду находится самое высокое в мире это растение. Здесь оно достигает 4 метров и даже больше. Обычно для того, чтобы растение достигло даже 2 метров, необходимо не просто много лет, а несколько столетий. В этом саду он знаменит как раз таки тем, что это растение достигает своей высоты 4 метра и чуть больше. Сад спроектирован таким образом, что подражает планировке Венеции. Действительно, когда идешь по определенным проходам и это не лабиринт, создается впечатление, что ты двигаешься по Венеции по узким венецианским улочкам. Маленький Версаль. Именно так называли этот сад венецианцы, которые приезжали отдыхать и проводить время, возможно, в течение очень жаркого лета. Однажды я рассказывала, что венецианцы традиционно покидали Венецию именно летом, когда становилось очень жарко и жить Венеции было некомфортно. Они покидали Венецию непосредственно на лодках и могли доплыть даже до территории, которую я вам сейчас показываю, это иуганские холмы. Именно поэтому в Венето такое большое количество сохранившихся вилл, которые в свое время перешли под власть Наполеона и стали собственностью Французской республики. Это обусловлено именно тем, что венецианцы богатые строили дома также и на удалении от Венеции на достаточном расстоянии, чтобы, когда Венеции проживает некомфортно, имелась бы возможность выезжать из Венеции, покидая ее. И вот мы входим в самый старый, сохранившийся в Европе лабиринт. Традиционно в подобном лабиринте всегда будет небольшая возвышенность, с которой можно смотреть, как передвигаются люди в лабиринте. Это сделано для того, что лабиринт, конечно же, это игра, но и также для безопасности, чтобы все-таки люди, которые потерялись в лабиринте, быстро смогли сориентироваться и найти выход по указаниям человека, который находится на возвышенности. Сейчас мы с вами туда попадем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 На территории парка находится жилая вилла. Она принадлежит конкретному человеку. Говорят, что в этой вилле останавливалась принцесса Диана, потому что часть этой виллы жилая, а часть сдается в аренду. Скамейка поцелуев, расположенная в укромном уголке сада. И таких скамеек, признаться, достаточно много. Сад действительно по своей планировке очень напоминает Венецию. Это островок кроликов. Здесь традиционно были кролики. В саду также очень много растений, которые привезены были из Америки. Это, например, самый старый в Европе. Представляете, как много всего интересного находится на территории этого сада. Это самый старый в Европе кедр. Он был посажен в 1664 году. Сегодня кроликов на острове кроликов мы не увидели, но зато увидели несколько больших карпов. Ну что ж, мои прекрасные зрители, вот и подошла к концу прогулка по потрясающему парку. Он находится в 10 минутах езды от моего дома, но я ни разу в нем не была. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok